Смотрите, параллельно происходит несколько процессов. Мы видим, освобождает Атамбаева. И естественно, что сразу в аналитических комментариях постсоветских стран появляется рассуждение, что революция проплачена людьми Атамбаева, либо им самим. Еще один момент. Это, опять же, с учетом прошедших выборов, той динамики, север-юг. Тот же рассуждает о политиках севера против партии юга. Вы как считаете, соответствует ли это истине? Ну, смотрите, Аскар, у нас зацепились очень долгоиграющие термины, клише. Именно север-юг, когда мы пытаемся объяснить политику Кыргызстана. Но, опять-таки, давайте начнем по порядку их разрушать, эти мифы. Возьмем этот север-юг. Смотрите, можно было бы сказать, что партии Бетун-Кыргызстан и Мекинчи, это националистические партии, в основном они собрали в себя выходцев из юга, Мадумаров, Таши, это выходцы из юга. Но и можно было бы, конечно, предположить, что основной электорат они соберут именно на юге. Это Баткенская область, Джалабадская, Ош. Но если вы посмотрите разбивку, как люди голосовали за эти партии, то у них очень сильная поддержка повсеместна. Как в Бишкейке, как в северных областях, так и в южных областях. То есть, получается, да, эти партии стартовали на юге, потому что с чего-то надо начинать, когда они создаются. Но потом их националистическая идеология настолько апеллирует к общему населению, что она уже разрослась, их популярность уже находится везде, на севере тоже. Поэтому вот эти вот клише, когда мы привязываем к кыргызской политике, они на самом деле очень лимитируют объяснение и понимание кыргызской политики. Все на самом деле намного сложнее. По поводу Атамбаева, да, конечно, я тоже считаю лично, что это был удар в спину, это была очень сильная дискредитация того революционного момента в ночь на 5 октября. Но опять-таки надо понимать, что, смотрите, освобождение Атамбаева и других заключенных, там был не только Атамбаев, там было очень много других заключенных. Ведь это произошло при помощи всего лишь одной части, одной группировки тех революционных сил, которые были на тот момент на площади. Ну, тот факт, что, конечно, силовики не смогли удержать ДКНВ, там, где они были заключены, что суды очень быстро дали свое заключение о том, что их можно отпустить на волю, это, конечно, уже другой вопрос. Это именно вопрос о слабости институций в Кыргызстане. Я не думаю, что в других авторитарных режимах так очень быстро можно было бы это сделать. Но сегодня пошла очень сильная дискредитация революционного момента именно вот этим вот освобождением Атамбаева. Но почему, вот у меня такой вопрос, почему мы так быстро соглашаемся на дискредитацию гражданского общества в наших постсоветских странах? Ведь эта дискредитация происходит тоже и в Казахстане, и в России. То есть, например, у вас же тоже протесты, это сразу почему-то третьи силы. Кто-то там сидит из-за позиции в Европе и указывает людям, когда им выходить, что им делать и так далее. Это, мне кажется, как бы наш постсоветский такой легаси, то есть это такой багаж негативный, когда мы не верим в силу гражданского общества, и нам легче объяснить этот беспорядок, в кавычках, тем, что кто-то вершит судьбу над народом. А народ такой глупый, никчемный, не может сам решить, что ему нужно. Это вот такое вот клише, оно имеет очень негативные последствия, потому что население, гражданское общество очень мало верит в себя, в свою способность на перемены. И поэтому, например, сегодня очень много людей следят за этим революционным моментом в Кыргызстане через, ну, как бы с дивана, потому что они боятся поверить в эти перемены, они не доверяют. И это именно вот этот вопрос, я вот обсуждаю в своей книге, пишу книгу на эту тему, где показывают, что вот это вот недоверие в силу гражданского общества, которое сложилось на протяжении независимости, на протяжении 30 лет, сегодня именно является основной проблемой коллективного действия. То есть люди не могут действовать коллективно, сообща, вот именно из-за того недоверия, которое сложилось в собственные силы.